Переносить на бумагу чайники и стаканы удел ребят постарше. У учеников младших классов главные герои натюрмортов – овощи и фрукты. Новичкам их проще изобразить. Акварельные перцы принесли Марине Туровской первое место. Она почти год постигает художественное ремесло. Прилежно посещает все занятия, ведь в будущем сама мечтает стать преподавателем. Там было три натюрморта и расставлены мольберты. Я пришла первая и села за какой мне удобный. Это первый мой конкурс, в котором я именно показала свой талант. И я очень была рада, когда сняла первое место. В юбилейном для конкурса году на соревновательный путь встали 100 юных художников со всей области. Жюри оказалось искательным и выбрало только 20 победителей. Трое из них получили призы за первое место. Работу юных талантов оценивали профессиональные художники. Они в первую очередь смотрели, удалось ли автору работы найти грамотное композиционное решение, а также, насколько получилось передать объем и тональность предмета. У нас было несколько человек, довольно-таки уважаемые в наборе художники. И такие были жаркие споры и дебаты, что одному нравится одно, другому другому. Но все-таки мы пришли к какому-то единому мнению. Почему-то эта работа проигрывает. Она, допустим, у нас ведь конкурс был поживший. Она хороша по композиции, по петру. Тут много достоинств. Но чисто живописно, она просто более жесткая. Допустим, более графичная, более жесткая. Конкурс акварельной живописи проходил в течение двух дней – 23 и 24 апреля. На это время для участников свои мастерские вот уже десятый год подряд предоставляет детская художественная школа номер один. Проведение конкурса для нашего учебного заведения очень важно, потому что сегодня в период инновации и большого количества новых современных подходов в современной системе художественного образования очень важно воспитывать подрастающего поколения все-таки в традициях академического искусства, основываясь на опыте предшествующих поколений художников. Несмотря на май, творческая работа у юных мастеров не заканчивается. Впереди летние пленеры. Марина Корякина, Олег Осипов, Александр Щеднов. Область новостей.